Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я её ведущий Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Последствия от лечения онкологических заболеваний бывают очень тяжёлыми. Справляться с ними помогают современные средства реабилитации. У нас есть практически все средства для того, чтобы бороться с осложнениями. В жизни Ольги Кудамановой всё оказалось словно бы предначертанным. Всё переплелось. Работа, семья, общественное, личное. Волонтёры – это люди, ну уже априори, да, готовые помогать другим. Они немножко по-другому смотрят на жизнь. Люди, возвращающие детям улыбки. За время работы в России прооперировано уже больше трёх тысяч детей. С этой патологией в разных городах. А челюстно-лицевой хирургии – пластической, восстановительной и спасающей от тяжёлой инвалидности. Смотрите прямо сейчас. В семейных архивах героев этой программы хранятся фотографии новорождённых детей, при взгляде на которые трудно сдержать слёзы. И сегодняшние фотографии этих же детей сравниваешь, и на ум приходит только одно слово – чудо. Сегодня у нас в студии Елена Ивановна Карпова, челюстно-лицевой хирург, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте. Карпова Елена Ивановна родилась в городе Каменск-Уральске Свердловской области. Окончила Свердловский медицинский институт. Работала в Центре восстановительного лечения «Бонум», который возглавлял знаменитый хирург Владимир Виссарионов. Работу под его началом продолжила в Москве. Кандидатская диссертация была посвящена проблемам врождённой патологии и помощи детям с расщелинами неба. Докторская – проблемам эстетической хирургии и лечению пациентов с осложнениями после эстетических вмешательств. В настоящее время основное направление деятельности – пластическая хирургия. Доцент кафедры дерматологии и косметологии на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Постоянно участвует в благотворительных акциях помощи детям с врождёнными патологиями. Лена, какими основными проблемами вы занимаетесь? Я вообще пластический хирург и, конечно, много занимаюсь эстетикой. Но в своё время и сейчас занимаемся благотворительной акцией – это помощь детям с врождённой патологией. Так называемая расщелина губы и нёба. А с чем связано это заболевание? Это врождённая патология, это с рождения. Сто процентов, конечно, вам не скажет никто, чем это вызывается. Это полифакторная, наверное, проблема. И каков процент вот таких рождаемых детей? Примерно один на семьсот человек. И обычно уже заранее мама знает, да? На сегодняшний день уже да. Почему? Потому что, в принципе, сейчас хорошая диагностика. Это можно увидеть в ранние сроки. Но, опять же, не везде. То есть это только крупные центры, которые хорошо оснащены. Дети изначально считаются инвалидами. Почему? Потому что нарушена функция сосания, глотания. Слава богу, появились новые технологии, которые позволяют детям с раннего возраста использовать те или другие пластины, когда они могут сами глотать. А ведь я это еще помню. Когда детей кормили через зонт, то есть вставляли трубку в желудок, и через эту трубку его кормили, пока его не прооперируют. Конечно, это инвалиды. Но, опять же, учитывая, что операции стали ранними, то инвалидность сократила свои сроки. То есть это дети, которые уже идут в школу, они уже не инвалиды. И в каком возрасте обычно делают операцию? Ну, скажем так, в каком возрасте оптимально делать операцию? Это тоже все развивается и изменяется. Еще 15 лет назад таких детей оперировали в возрасте 3 лет. Потом постепенно перешли в год. И сейчас мы этих детей оперируем уже с 3 месяцев. Это первая операция на губе. На нёбе в свое время была школа питерская, когда оперировали только в 12 лет. Представляете, какие поздние сроки. На сегодняшний день нёба оперируем уже тоже в год. То есть это очень рано. И, в принципе, ребенок, когда начинает говорить, то есть к 2-3 годам он имеет нормальную губу, нормальное нёба, и поэтому нормальное развитие. Ну, а вообще-то тяжелая операция? Кровавая? Я хочу сказать, что эти операции, наверное, они непростые. Все-таки они требуют навыков и хорошего, как сказать, хирургического, наверное, образования. То есть не все их делают. Не каждый может сделать. Почему? Потому что при неправильно сделанной операции в последующем очень трудно исправить. И эта патология остаётся видимой на всю жизнь. При хорошо сделанной операции вы никогда даже не поймёте, что у этого ребёнка была врождённая патология. То есть так научились делать хорошо, да? Да, да. Всё-таки школа, вообще российская школа очень сильная, действительно много занимающаяся этой проблемой. И в России, я хочу сказать, оперируют очень хорошо. Согласно статистике, в мире ежедневно рождается более 100 детей с врождённой расщелиной губы или нёба. В народе эти лицевые деформации называются «зайчья губа» и «волчья пасть». В средние века таких людей боялись, считая, что они обладают сверхъестественными способностями и причастны к колдовству. Но и с приходом цивилизации такие дети часто становились отказниками. Родители не знали, можно ли исправить патологию. К тому же у детей с расщелиной губы или нёба существуют проблемы со здоровьем. Дети не могут нормально питаться, дети не могут нормально разговаривать. Уже не говоря о том, что этот дефект чисто внешне-визуальный, многие сверстники их дразнят, их не принимают. То есть дети достаточно жестокие в этом плане. Точная причина, почему возникает такой дефект, неизвестна. В 30% случаев влияют гены, наследственность. Другие факторы риска – плохая экология, стрессы, курение и употребление алкоголя во время беременности, перенесённые инфекции. В арсенале современной медицины сегодня есть разные методики по исправлению челюстно-лицевых пороков. Они позволяют практически полностью решить проблему. Прежде всего, оперативным путём. Сначала, конечно же, консультация. Врач-педиатр и пластический хирург должны определить, когда ребёнку показана операция, в каком возрасте её лучше сделать. Всё определяет состояние ребёнка и индивидуальные характеристики губы и нёба. Переживать нужно. Главное, помните, спокойная мама – спокойный ребёнок. Главное, чтобы вы были спокойны, потому что это всё так, как должно быть. Делать такую операцию должен высококлассный специалист. Челюстно-лицевая хирургия – это практически ювелирная работа. Всё, всё кися, всё, всё маленький, всё. Есть такой доктор-хирург Билл Маги, который 35 лет назад решил помочь детям с рождённой патологией. И вместе с волонтёрами, и его супруга является волонтёром, она медсестра, которые просто ездили по регионам и оперировали таких детей и по другим странам. С чем это было связано? Ну, с тем, что, конечно, крупные центры, такие как вот у нас, например, в России крупные центры, они имеют специалистов, которые бы оказывали такую помощь. Но если в Советском Союзе эта система была построена, и когда ребёнок такой рождался, то была информация о нём, его привозили, оперировали, то в странах капитализма, и, в общем, сейчас у нас, не всегда это возможно. То есть сейчас уже это на плечах родителей. И не каждый родитель ни финансово, ни порой даже не знает, куда обратиться, чтобы привезти этого ребёнка соперировать. А дорогостоящие операции? Да, это дорогостоящие операции. И когда приезжают вот такие акции улыбки, конечно, родители просто очень благодарны, потому что всё это проводится совершенно бесплатно для них. Вот эта операция улыбка, ей уже 20 лет. И год от года, я помню, мы начинали там одна акция в год, две акции в год. Теперь у нас почти, мне кажется, каждые полтора-два месяца в разных регионах, особенно там, где, ну, вот та же Чечня, да, вот война была, там тоже детей таких много. И не только уже мы оперируем детей с рождённой патологией, но и ожоговые деформации в этих рамках операции улыбка. Мы тоже оперируем, потому что эти дети тоже нуждаются в помощи. И надо отдать должное нашим докторам, активно участвуют в них, потому что один человек не может ездить. То есть сейчас всё больше и больше докторов, которые в этом участвуют. У нас уже целое поколение выросло. Тех мальчиков и девочек, которые пришли к нам как волонтёры просто помогать, сейчас они закончили мединститут, научились оперировать этих детей и ездят уже сами в качестве врачей. Это здорово. В 18 лет Ольга Кудаманова, тогда ещё студентка факультета иностранных языков, стала волонтёром. Многие девочки с ИНЯ за её возраста мечтали о работе на международном показе МОД или на красной дорожке фестиваля. А Ольга пошла работать переводчиком в интернациональную бригаду врачей и медсестёр, которые делали в её родном Томске челюстно-лицевые операции. Волонтёры – это люди, ну, уже априори, да, готовые помогать другим, они немножко по-другому смотрят на жизнь. Все ко всем относились на равных. То есть, когда это работа команды, это от хирурга, там, Маститова, до медсестры, до студента-переводчика, все важны, потому что, ну, без любого из этих элементов команда не будет работать так эффективно. И, конечно, когда тебе, там, 18 лет, а с тобой, ну, солидный доктор с опытом работы, с именем, ну, обращается как с равным, это, конечно, очень стимулирует. Пациентами были ребятишки с расщелинами губы, нёба и другими лицевыми деформациями. Мне, конечно, было очень тяжело, я там вечером плакала дома, ну, потому что эмоционально было сложно. Потом несколько абстрагируешься, наверное, как все врачи поступают, то есть я, конечно, в меньшей степени, ну, всё равно. Это было настоящее дело и реальная помощь детям. И когда через год команда «Операция улыбка» приехала в Томск, Ольга стала постоянным членом команды. Переводила, ездила по городам, где проводились акции, вела медицинскую статистику, а через несколько лет стала координатором проекта. Из Томска Ольга вместе с мужем и собакой на заднем сидении переехала в Таганрог. Хотелось сменить сибирские морозы на более тёплый климат. Так на маршрутной карте команды появился новый город. Старший сын Денис родился уже в Таганроге пять лет назад. И можно считать это иронией судьбы. У Дениса была расщелена губы. Именно таким детям его мама много лет помогала вернуть улыбку. Мне когда его принесли, сказали, что всё хорошо, но только вот у него губка такая. Ну, хорошо, придумал, где родиться. Замечательно. Ну, был хороший способ проверить на себе, как это работает. Конечно, Денису сделали операцию. И сейчас только еле заметный шрамик напоминает о том, что когда-то было такое заболевание. Ну, и Денису мы, конечно, всё объясняли. Но, правда, честно, он очень удивился, что у него брат родился без расщелена губы. Думал, что все дети рождаются, им потом в каком-то возрасте их зашивает. Ну, и потом они все вот нормальные. У него такая была картина мира. Вот так переплелись в её жизни работа и семья, личная и общественная. Мне это дало, наверное, понимание того, для чего сейчас работает в России наша организация. Чтобы, собственно, ну, как бы у всех мамочек, у кого рождаются дети с такой расщельной, там, не дай бог, с расщельной нёба, они как бы так же, ну, может быть, не настолько спокойно, но максимально спокойно могли к этому относиться, зная всю информацию, зная, что им помогут, зная, что эта помощь доступна, качественно. А помочь человеку можно в любом возрасте или это всё-таки лучше делать в детстве? Насколько тяжело вот с такой патологией жить? Я хочу сказать, что помочь человеку можно в любом возрасте. И иногда к нам обращаются из глубинки или, опять же, наши доктора много ездят по миру, оперируют вот в этой благотворительной акции Operation Smile. Вот, когда приходят очень взрослые, 30-летние люди, вот, которые ходят с этими расщелинами, и, конечно, эстетика, хотя бы эстетика, можно в любом возрасте. Если мы говорим о функциональной составляющей этой операции, а именно речь, то это чем раньше сделано, тем лучше. Если вы прооперируете такого человека в 18 лет, речи не будет. Поэтому чем раньше это мы сделаем, тем лучше мышцы должны работать в раннем возрасте. А что за технологии? Я слышал, что вплоть до того, что челюсти выращивают из, как бы, вот, тканей самого человека. Да, ну, есть разные технологии. На самом деле это по типу аппарата Элизарова. И такие дети тоже у нас есть, даже вот с недоразвитием, там, нижней, верхней челюсти. Распиливается, да, челюсть ставится по типу только маленького аппарата Элизарова и стимулирует рост кости. Вот, да. Но это не имплант. Это не имплант. Это не имплант. По имплантам сейчас тоже, наверное, есть разные технологии и выращивают на клеточном уровне. Но это больше, наверное, научное изыскание, чем широко используемое в хирургии. А как вот вы в регионах находите детей, которым необходимо это? Или они сами вас учат? Нет, это целая система, на самом деле. Но вот сейчас уже просто, потому что у нас есть определенные базы и города, куда мы ездим все время, и родители знают. И там всегда есть врачи-волонтеры, которые сами являются челюстно-лицевыми хирургами, которые порой бывают сами заведующими этих отделений. Но невозможно по квотам всех детей соперировать. Остаются дети, которые нуждаются в этой помощи. И создается вот эта база данных. Более того, дается информация, когда проводятся эти акции. И первый день, так называемый скрининг, осмотре. Но вот сейчас полегче стало. Я помню, когда мы по 300 человек в день смотрели. Это, конечно, просто катастрофа. Да, это очень нелегко. Потоки, понятно, это не один врач, это несколько, но это с утра и до ночи. Потом составлялся план. И все, кто не попали в эту миссию, они могли... Мы каждый год почти проводим, но следующий год. Помните детскую песенку «Поделись улыбкой у своей, и она к тебе не раз еще вернется». В 1993 году благотворительная организация «Операция «Улыбка»» начала свою работу в России. За время работы в России прооперировано уже больше трех тысяч детей с этой патологией в разных городах. Практически весь коллектив, который приезжает, это все наши российские специалисты. То есть за это время специалисты очень-очень выросли в своем уровне. И сейчас я могу сказать, что мы находимся по многим позициям даже лучше, чем иностранные специалисты, иностранные волонтеры. Сегодня «Операция «Улыбка»» – это независимая российская общественная организация, которая бесплатно помогает детям с расщелинами губы и неба и другими лицевыми деформациями. Врачи проводят операции и оказывают медицинскую помощь высочайшего уровня, соответствующую всем мировым стандартам. Мы, скажем так, аккумулируем пациентов с нескольких областей и оперируем в каком-то географически удобном месте. Мы приезжаем и за счет этой акции помогаем половину прооперировать, чтобы детки у нас не ждали операцию, а получали ее тогда, когда им надо. То есть мы, ну, в какой-то степени, за счет того, что мы привозим врачей ближе к пациентам, мы вот закрываем, ну, вот эти вот пустоты на карте, скажем так, доступности такой помощи. Акции команды волонтеров «Операции «Улыбка»» обычно занимают неделю. В первый день проходит осмотр детей с лицевыми деформациями и консультации. Все последующие дни идут операции. Пять операционных дней – два стола. До шести операций в день. Врачи команды – все добровольцы. Часто, чтобы помочь детям, они тратят свой отпуск. Для них это еще и возможность обменяться опытом с коллегами. За 20 лет работы благотворительной организации «Операция «Улыбка»» 15 городов России принимали у себя акции. Это Улан-Удэй, Санкт-Петербург, Ярославль и Томск, Таганрог и Грозный, Новосибирск, Казань, Липецк, Иркутск. И во всех этих городах теперь тысячи детей могут делиться своими возвращенными улыбками. Можно я вам провокационный вопрос задам? Человек ложится под нож, под скальпель, как правило, в крайних ситуациях, когда что-то ему мешает жить или создает угрозу жизни. У нас, наверное, очень много людей делают в последнее время пластические операции. Я, например, к этому крайне отрицательно отношусь, потому что, в моем понимании, это вмешиваться, ну, как бы, вот, Господь человеку дал образ, а человек его, как, знаете, тебе подарили картину, художник подарил, а тебе там в ней что-то не нравится, и ты сам начинаешь ее подрисовывать. Так же провокационно отвечу. Если мы с вами уж так о пластической хирургии поговорим, но если уж Господь дал возможность человеку выглядеть лучше, и чтобы его внешность соответствовала его внутреннему состоянию по возрасту, ну, наверное, это тоже сведомо Господа. То есть есть такая возможность. А уж каждый выбирает сам, нужно ему это или нет. Возьмем старые картины, раз уж вы привели, мы же их реставрируем. Вот и все. Ладно. Вернемся вот к теме тяжелых патологий. Ну, расскажите какие-нибудь вот такие на вашу заинтересные, запоминающиеся случаи. В начале моей деятельности хирургической, для меня просто потряс на самом деле этот случай, к нам поступил ребенок очень тяжелый, там была гидроцефалия, тяжелая в двухсторонней расщелина губы, небо. Ребенку было уже три года, он даже не сидел. Вот. И за ним ухаживающая такая, ну, как из детских домов, всегда сопровождающая. Но она с такой любовью, с такой теплотой относилась. И мы этого ребенка оперировали не один раз. Он нам давал после операции остановки дыхания. Вот это вот сопровождающее, просто, знаете, не каждая мать так ухаживает. И потом прошло какое-то время, и она нам рассказала, что, оказывается, это ее личный ребенок. Когда родился с такой патологией, родственники, ну, учитывая, что там сопутствующие много патологий, и доктора, на самом деле, мне даже непонятно, но так это было, ей сказали, что ребенок умер. Вот. И когда через год она вдруг узнает, что ее ребенок жив, она находит, в итоге рушится семья, потому что муж не согласился с позицией жены, чтобы этого ребенка забрать. Забрать очень сложно было сразу этого ребенка. Она устроилась туда работать? Она устроилась, да. И знаете, что такое уход? Вот так поздно она начала за ним ухаживать, но стала привлекать докторов. Этого ребенка так активно начали лечить, и вот этот уход. И потом я их встречаю, когда он пошел в школу, он пошел чуть позже, он пошел там, ну, например, с 9 лет. Но этот ребенок шел своими ногами, этот ребенок учился, ну, пусть не на пятерке, но он учился как средний ученик. И я хочу сказать, вот когда есть такая помощь родителей, когда они отказываются от него, а так ребенок, в принципе, был обречен. Он был обречен на гибель. Сколько вы в свою жизнь операции сделали? Ну, примерно. Очень много, на самом деле. Я тут пробовала посчитать. Ну, вот я даже беру по улыбкам, уже участвую там 15 лет, а до этого я работала челюстное лицо, мы их тоже оперировали. План на врача в день от пяти операций, от пяти детей. То есть это может быть 8, 9 и даже 10. От недели до двух идут эти акции. То есть в неделю это сколько получается на одного доктора, даже если по минимуму взять 5, это 35 человек. И вот так три раза в году я езжу. А на самом деле я оперирую больше, чем 30. 40, 50 бывает детей. Но я уже так за все эти годы посчитала, наверное, по тысяче получается. Так вот вроде оперируешь и даже не думаешь. Ты же очень утомительный. Вы знаете, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Знаете почему? И вот эти матери, которые тебе дают самое дорогое своего ребенка, и когда они видят этот результат, они его видят сразу. Потому что раз и нет этого дефекта. Это другой ребенок. И это счастливые глаза матерей. Это, наверное, вообще не сравнить ни с чем. Это, знаете, это свой наркотик. Вот поэтому, конечно. Дай Бог вам здоровья и удачи в этом благородном деле. Я напоминаю, что у нас в студии была Елена Ивановна Карпова, пластический хирург, доктор медицинских наук. А мы продолжаем нашу программу. В Национальном центре онкологии репродуктивных органов при Институте имени Герцена диагностируют и лечат заболевания молочных желез. Это очень чувствительная тема для женщин, которые боятся проходить лечение, так как опасаются косметических последствий и физических осложнений. Но врачи не устают повторять, чем раньше диагностировано заболевание, иначе это лечение и реабилитация, тем с меньшими проблемами столкнется пациентка в будущем. У нас есть практически все средства для того, чтобы бороться с осложнениями. Есть возможность, такие диагностические технологии очень современные, которые позволяют выявить степень этих осложнений. И есть средства, которые помогают бороться с этими осложнениями. Отделение реабилитации для женщин, принявших онкологическое заболевание груди, открылось совсем недавно. А потребность в восстановительных процедурах очень велика. Врачи советуют их каждой пациентке. У Ирины случай непростой. Она прошла через сложную операцию и множество курсов химии и лучевой терапии. Искала очень много информации в интернете по поводу реабилитации после проведенного лечения. Было очень мало информации. И мне позвонили, собственно, с этой поликлиники, представились, сказали, что открылся кабинет в поликлинике Минагерцена. И я пришла. Реабилитация должна начинаться еще в стационаре, начиная с подбора компрессионного белья, чтобы избежать тромбозов, и заканчивая гимнастикой, которой нужно заниматься сразу же после операции. Уже после выписки необходимо регулярно проходить обследование, чтобы выявлять всевозможные осложнения. При помощи тепловизора, например, можно выявить и начать лечить лучевые фиброзы и ожоги, которые невооруженным взглядом не видны. Это все очень тяжелые осложнения, которые вызывают стойкую инвалидность. И они требуют очень серьезного подхода самой женщины. Потому что само онкологическое заболевание, оно, в общем, уходит в какой-то степени. А вот те последствия от лечения, их необходимо ликвидировать. Реабилитационные процедуры в большинстве своем совершенно безболезненны. При криотерапии на поврежденный участок наносят жидкий азот. Это только выглядит пугающе, а в реальности пациентка не чувствует даже холода. При фотодиодной терапии, которая борется с лимфатическими отеками руки, вообще можно расслабиться и читать журнал. Главное – начинать заниматься реабилитацией вовремя и проходить процедуры регулярно. Сначала мы должны диагностировать, на какой глубине произошел либо ожог после чего, либо же фиброз, после чего мы будем уже понимать, как долго будет происходить реабилитация. В отделении реабилитации проводят не только лечебные диагностические мероприятия. Здесь помогут подобрать правильное белье, охлаждающее послеоперационные рубцы, и экзопротезы, если грудь в результате лечения не удалось сохранить. Сейчас существуют такие современные протезы, что многие женщины даже отказываются от последующей пластической операции. В будущем отделение расширится, появятся новые высокотехнологичные процедуры и психологическая поддержка пациенток. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-Центр. Субтитры подогнал «Симон»!